МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Также Рязаль – столица ВДВ, и не иначе. Так что главные репортажи сегодняшнего выпуска будут иметь праздничный оттенок. И коротко о главных темах. Где мы, там победа. Российские десантники отметили 84-ю годовщину образования рода войск. Рязанскую воздушную пехоту одаривали памятными знаками, ключами от квартир и поцелуями очаровательных барышей. Будет чистым страшный парк. Работники Рязанского нефтезавода провели масштабный субботник в одном из некогда заброшенных парков железнодорожного округа. К нам приехал, к нам приехал День города в столице области, ознаменовал концерт группы Рондо. Было весело и громко. Ну а теперь приступим к подробному изложению событий, о которых стоит поговорить сегодня. В субботу главным событием дня стал праздник легендарной воздушной пехоты. Десантников, которых нас в городе очень любят. Но тут удивляться нечему. Уникальное военное училище воздушно-десантных войск, которое, как известно, располагается в Рязани. Это наш местный, он же мировой предмет национальной гордости. И так, в субботу 2-го мы отмечали праздник Рязань, столица ВДВ, посвященный 84-й годовщине со дня образования воздушно-десантных войск. История ВДВ в СССР началась еще до Великой Отечественной. Первая военно-воздушно-десантная часть страны была создана в 30-м году под Ленинградом. Называлась она в ту пору авиамотодесантный отряд. Спустя два года была развернута уже третья авиабригада особого назначения. С 1938 года она именовалась 201-й воздушно-десантной бригадой. Ну а почему день десантника отмечается именно 2-го августа, наверное, в Рязани знает каждый. Первые 12 военных парашютистов десантировались именно 2-го августа 1930 года на учениях МВО под Воронежем. Зато меньше известно о первой военной операции предшественника десантного спецназа летучего отряда красноармейцев. Парашютистов высадили в 29-м году в осажденном басмачами в Среднеазиатском городе. Вместе с местными жителями крылатая пехота разгромила душманскую банду, заявившуюся из-за границы на территорию советского Таджикистана. Далее начались военные подвиги отчаянных бойцов-десантников. Тогда же были сложены первые самые, что ни на есть правдивые легенды о беззаветной храбрости крылатых пехотинцев. Но это уже большая история, которая продолжается и сейчас. Отдельно стоит сказать о знаменитых десантных символах тельняшки и беретти. Вот что удалось отыскать в источниках. Итак, тельняшка в форме ВДВ появилась в конце 50-х. Во время одного из учебных десантирований на воду. В дождливую ветреную погоду с первого самолета прыгали офицеры штаба во главе с генералом Лисовым. Последним десантировался полковник Устинович. Он-то и вручил всем после приводнения морские тельняшки. С тех пор тельняшки прижились не только на флоте, но и в десанте. Все тот же боевой генерал и ветеран ВДВ Иван Лисов предложил в свое время ввести в десанте голубой берет, как форменный головной убор. Идея понравилась самому главному десантнику Союза Василию Маргелову, а также пришлась по душе и бойцам. Официально в правилах ношения военной одежды голубой десантный берет появился с июля 1969 года. А теперь подробно о том, как проходил десантный праздник в Рязани. Традиционно его начали отмечать в полдень на центральном спорткомплексе столицы области. Такие боевые эпизоды – непременный атрибут всех праздничных мероприятий военного направления. У нас в Рязани бравые воздушные пехотинцы в училище ВДВ, как говорится, взрастают с младых ногтей. А потому таким экшнам горожан не удивишь. Однако удали мастерство воинов всегда поражают и восхищают зрителей. Среди тех, кто поздравлял десантников с праздником, был начальство самого высокого местного уровня. Это тоже рязанская традиция. Я хочу в вашем лице всех присутствующих здесь на стадионе поздравить Рязань, поздравить всех наших военных с двойным праздником – Днем города и Днем воздушно-десантных войск. Рязань – столица ВДВ. И носит это звание она по праву, потому что именно в Рязани готовятся лучшие кадры ВДВ. Офицеры ВДВ, офицеры разведки ВДВ, офицеры спецназа. Сказал свое слово Олег Ковалев и про наш училище ВДВ, который сейчас переживает, по словам руководителя региона, второе рождение – модернизация учебной базы, укрепление полигонов, рост желающих здесь учиться и, что очень важно, строительство военного городка в районе Михайловского шоссе. Приезжайте сюда после окончания службы на место жительства. А вы видите, какой городок сегодня строится для офицеров, проходящих службу здесь, для служебного жилья и для тех офицеров, которые должны получить там уже жилье по завершению этой службы. Это приблизительно микрорайон на 6-7 тысяч жителей. Нам предстоит его еще обустроить, предстоит построить школы, детские сады, создать торговлю, создать условия для отдыха в этих микрорайонах. И мы это сделаем обязательно, во что бы нам это ни обошлось. На праздники рязанские десантники получили памятные губернаторские знаки, благодарность от земли рязанской, другие награды, а также долгожданные подарки, сертификаты на квартиры. Был в Рязани и праздничный курсантский вальс, который танцевали не только потенциальные женихи и невесты, но и пары, только что вступившие в брак. Их поздравляли особенно тепло, в том числе военное и гражданское руководство. А романтической кульминацией стало объяснение в любви и вполне конкретные предложения руки и сердца. Один из десантников при всем честном народе предложил своей избраннице руку и сердце прямо со сцены. И, конечно же, такая лихая атака увенчалась полной победой. Девушка сказала бравому воину свое «да». Тут уж трибуны взорвались овациями. Были в этот день и традиционные прыжки, когда парашютисты-мастера приземлялись с неба прямо на зеленую траву перед зрителями, и показательные выступления, но запомнились зрителям прежде всего самые мирные эпизоды. Танцующие пары, цветы, признание, любовь. Все-таки самые хрупкие и романтические вещи лежат в основе суровых военных побед. Про военно-квартирный вопрос стоит сказать отдельно. Почти 500 рязанских десантников накануне своего праздника получили лучшие и желанные подарки. Ключи от квартир в новых домах на уже упомянутом нами Михайловском шоссе. Не раз в наших программах мы давали репортажи о том, как военные семьи пытались получить положенные по закону квадратные метры, но натыкались на непреодолимые препятствия, выросшие внутри ведомственных бюрократических бастионов. Решались вопросы и на уровне местной власти, и в столичных сферах. Все было. Наконец, прежнее руководство Минобороны покинуло мягкие кресла и кануло в лето историей, а то и вообще в залы судам переместилось. И ключи от квартир все-таки зазвенели в карманах мундиров подлинных защитников Отечества. Вместе с рязанским начальством поздравляла десантников с новообретенной жилплощадью Наталья Новикова. 492 десантника рязанского гарнизона получили ключи от служебных квартир в новых домах на Михайловском шоссе. Торжественная церемония прошла в пятницу 1 августа накануне Дня ВДВ. Участие в ней приняли несколько десятков военнослужащих, остальные в это время находились на служебных местах. Ключи десантникам вручили первый зампред рязанского правительства Сергей Самохин, начальник гарнизона Анатолий Концевой и герой Советского Союза Альберт Слюсарь. Также офицеров поздравил глава администрации города Виталий Артемов. В рязанском гарнизоне самая острая и жилищная проблема является размещение действующих офицеров, пока не имеющих права на предоставление квартиры в собственность. С созданием нового микрорайона в Министерстве обороны рассчитывают ликвидировать очередь и даже создать резерв для военнослужащих, прибывающих в регион. На данный момент сдано в эксплуатацию 626 квартир. Предполагается до конца года еще проведение, завершение строительства 1430 квартир. И получится в общей сложности 2056 квартир в этом микрорайоне. На данный момент согласовано с городскими и областными властями о том, что здесь будет построено непосредственно на этой площадке детский сад для всего нашего микрорайона. За этим забором на этой площадке будет построена полноценная школа. Ну и в дальнейшем рассматривается вопрос о строительстве поликлиники, магазинов и прочей инфраструктуры, которая нужна будет здесь, в этом микрорайоне. Сергей Самохин назвал передачу квартир действительно знаковым событием и для гарнизона, и для всей области. Однако заметил, что только жилищным строительством программа развития военной отрасли не ограничивается. «Поэтому сегодня красивый и хороший день. Я всех поздравляю с этим замечательным событием». «Спасибо. Спасибо большое». Бесспорно, военная мощь страны, она не только в новейшем оружии и технике. Важно, чтобы людям, защищающие наш сон, сами могли рассчитывать на прикрытый тыл и уходить на службу, зная, что собственная семья обеспечена и ни в чем не нуждается. С созданием нового микрорайона в Рязани военное ведомство рассчитывает ликвидировать очередь и даже создать резерв для военнослужащих, пребывающих в наш регион. Добавим, что в уже построенных и введенных в строй многоэтажках сейчас более 600 квартир, а вторая очередь, которая на подходе, предполагает еще почти полторы тысячи. Также здесь будет построена школа и детсад. Но и только праздником единым жила в эти выходные Рязань. Субботним утром в нарядных, наглаженных, но все же рабочих футболках вышли в парк в железнодорожном округе города почти 300 специалистов нефтезавода. Парк, в котором наводили порядок нефтяники, в Рязани как только не называли, но до недавнего времени местные жители, иначе как страшным парком, эти места не именовали. Заросший буреломом с жутким гнилым прудиком в центре, он действительно напоминал площадку для создания фильмов ужасов. Но, наконец, у городских властей дошли руки и до этого некогда уютного и симпатичного местечка. Дело пошло, производственники тоже здорово помогают. Вот и нефтезаводские бригады, вооруженные всеми видами необходимой техники, очень споро пилили засохшие сучки деревьев, загребали их в один ненужный ком и на погрузчиках доставляли к грузовикам. Уже не раз нефтяники проводят такие экологические десантные атаки в этом парке на пересечении пятой линии и улицы Шевченко. Третий год здесь идут субботники силами РНПЗ, и всегда эти мероприятия оживляют зеленую зону, которая пару, если не тройку десятилетий до сей поры, печально зарастала и пропадала. Прибыл на место эко-работы генеральный директор РНПК Владимир Абрамов. Такая акция не разовая. Мы уже несколько лет подряд проводим это. И проводим ее только одни наши предприятия, но и совместно с горожанами и с администрацией города. В нашем субботнике, в преддверии нашего праздника, дня города, мы хотим сделать наш город чище и лучше. Субботник в парке стал одним из центральных мероприятий в рамках традиционной экологической акции РНПК «День чистого города». Она третий год подряд проводится нефтяниками в преддверии Дня Рязани. А вообще, экологических инициатив у предприятий немало. Среди наиболее известных – благоустройство улицы Весенней, над которой завод шефствует, организация выпуска книг о природе Рязанщины, работа с детьми по экологическим направлениям. Например, в этом году при поддержке РНПК юные защитники природы выезжали в село Мураевни. Это в Милославке, где участвовали в восстановительных работах на территории местного храма Рождества Христова. Продолжая разговор об участии нефтезавода «Дне города», надо сказать и про настоящий финальный аккорд акции «День чистого города». Вчера вся Рязань, наверное, слышала концерт группы «Ронда», проходившей на площади Победы. Эхо расходилось по вечерним улицам, и тому, что пели на площади, синхронно подпевали и те, кто находился совсем в других местах, а то и вообще дома у телевизора. Это и был музыкальный подарок нефтяников-рязанцам. Наталья Новикова вместе со всеми пела и танцевала на концерте. В воскресенье Рязань продолжила отмечать свой 919-й день рождения. Сегодня на большой площадке, на площади Победы, вместе с «Роснефтью» администрация города проводит большой праздник. Поэтому всего самого доброго, счастья, радости, и чтобы вот это неравнодушие, которое есть у вас, оно было с вами всегда. С праздником! В этот день РНПК подарила жителям Рязани настоящий праздник, и для горожан на главной сцене у МКЦ был организован концерт группы «Ронда». Знойная погода не помешала жителям нашего города. Ощущение праздника витало в воздухе. Положительные эмоции хлистали фонтаном. Огромное количество пришедших свидетельствовало о том, что рязанцы действительно любят свой город. А день рождения Рязани каждый из нас по праву считает и личным праздником. Рязанцы общались друг с другом, угощались разными вкусностями и, конечно, не пропускали действия, происходящие на сцене. А посмотреть было на что. Первыми собрали аплодисменты моряки из Калининграда, а девчонки из группы «Хардкенди» поразили всех не только нарядами, но и вокальными способностями. «Хардкенди» Рязанцы с удовольствием участвовали в многочисленных конкурсах с призами от РНПК, смотрели экологический фэшн-показ коллекции рязанского дизайнера Евгении Симоновой. Генеральный директор нефтезавода Владимир Абрамов поздравил жителей Рязани с праздником и поблагодарил за активное участие в мероприятиях, проводимых РНПК. Я хочу сказать, что только благодаря активной позиции вас, как жителей Рязани, можем навести порядок, и мы уже это делаем совместно в нашем городе. Я еще раз от всей души поздравляю вас с днем рождения нашего города. Хочу пожелать вам всем удачи, счастья, благополучия, и очень надеюсь, что тот концерт, который мы сегодня дарим вам, всем понравится. Кульминацией всего вечером стало ожидаемое выступление легендарной группы «Ронда» и Александра Иванова, приезд которых в Рязань был организован рязанскими нефтяниками. Аплодисменты и крики «Браво» не смолкали в течение всего времени, пока музыканты находились на сцене. ПЕСНЯ А непосредственно в первый день праздничного рязанского цикла, именно в пятницу, прошла юбилейная церемония регионального проекта «Диплом доверия потребителей». Конкурсу исполнилось 10 лет, и все эти годы он ставил задачи поддержку добросовестных фирм, производственников и продавцов, которые не боятся честно и прямо взглянуть в глаза рязанцам. Тем самым потребителям, за благосклонность и оценки которых должны бороться солидные предприниматели. На 10-м конкурсе «Диплом доверия потребителей» была Оксана Тебенихина. 1 августа в ресторане «Небо» прошло торжественное вручение наград победителям конкурса «Диплом доверия потребителей». Вот уже 10 лет подряд предприниматели, как крупных, так и небольших организаций всего региона, борются за право быть удостойными этой награды. И на протяжении всего десятилетия главным судьей конкурса является рязанский потребитель. В этом году впервые свою награду получил детский медицинский центр «Мой ангел». Это логично, ведь здоровье малышей – наиболее важный аспект в нашей повседневности. Такого же мнения придерживается и большинство рязанцев. «Мы чувствуем, конечно, гордость за нашу проделанную работу, что за такой малый период нас заметили, отметили, награды определенные. Как раз у нас будет годовщина, вот 1 сентября, наш центр исполняется год». Массаж, физкультура, здоровая кухня. Детский центр «Мой ангел» предоставляет целый комплекс оздоровительных и профилактических мероприятий. Эдакие мини-санатории рядом с домом. Именно так центр себя и позиционирует. «И радостно, волнительно, что нас заметили, что нам доверяют. И мы постараемся повысить свой уровень и оправдать надежды наших потребителей». Еще одним не менее важным критерием отбора номинантов является добросовестное обеспечение предпринимателями соотношения цены и качества товаров и услуг. Но согласитесь, кто из нас не сталкивался с таким явлением, как ремонт? Сам процесс, конечно, не из приятных. Зато результат будет радовать вас долгие годы. Диплом доверия потребителей в этой отрасли получила компания «Новый вид», которая занимается производством и установкой натяжных потолков. Огромный выбор фурнитур и материалов, дизайн на вкус и цвет и максимально доступные цены. С таким подходом к качественному ремонту вы получите именно то, что вам необходимо. «Данная награда, я думаю, является наивысшим показателем деятельности конкретно нашей организации, меня как руководителем. Сказать о себе хорошо может каждый, но наказать на деле, на самом деле, могут единицы. Я рад, что мы находимся в числе данных людей». В современных реалиях между предпринимателями существует большая и острая конкуренция. В этой борьбе за потребителя побеждают самые лучшие. Именно поэтому в рязанском бизнес-сообществе, как в сфере предоставления услуг, так и в производственном направлении, лучше и надежнее оставаться честными со своими клиентами до конца. Ну а диплом доверия является главным тому подтверждением. На сегодня все. Как говорится, больше нам всем праздников, хороших и разных. Но и про будний день забывать тоже не гоже. Надолго мы с вами не расстаемся. Впереди в нашем эфире программа подробностей, а предваряет ее информация о недавней победе российской команды судомоделистов в европейском чемпионате. Мы впереди Европы всей. А среди моделистов-победителей был рязанец Антон Князев, который принес эту весть в наш город. Но мы, пользуясь тем, что чемпион еще не остыл от водных баталий, организовали ему 10-минутную стоянку в нашей студии. Сейчас вы увидите интервью с чемпионом Европы. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин